Какой там масочный режим? Там оргии устраивают. Вы знаете, какие там стоны? А у нас дети. Что мне им сказать? Жители улицы Шегулау стали жаловаться на владельцев гостиницы. Несмотря на карантин, заведение принимает гостей, которые зачастую ведут себя непристойно, утверждают жители микрорайона Хайтпас. Там они шумят, там маты, там визги. Во время режима тоже? Во время режима особенно, потому что во время режима сейчас эти увеличительные заведения все закрыты, а они собираются вот в таких гостиницах. Это ежедневно происходит. Ежедневно пьянки, ежедневно маты, оры, здесь визги, здесь вызывают девушек легкого поведения. Никакие уговоры утихомирить постояльцев по заявлению местных жителей на хозяев не действуют. Каждый день во время карантина во дворе заведения не скучают посетители. Порой веселье длится до утра. У нас дети дома, дети, подростки. А какие звуки должны быть вообще? А какие, если проститутка приходит, какие звуки могут быть? Когда-то на этом месте хозяин участка обещал местным жителям построить магазин. Люди обрадовались, однако после завершения строительства пришли в ярость. Вместо обещанного магазина здесь открылась гостиница. Несмотря на то, что стражи порядка нагрянули в гостиницу с рейдом, жильцы в правосудие не верят. Участковым милиционером. Майор полиции Берек, фамилию не знаю. Мы окружили его. Мы потребовали взять у нас коллективное заявление. Он отмахнулся от нас и просто уехал. Не стал брать на нас заявление. Отпустил при этом, отпустил три машины и двое пешком ушли здесь. Двоих нарушителей полицейские арестовали. Правда, не владельцев заведения, а гостей. Отчители города Шенкент по улице Шугла на полицию поступили жалобу о том, что в гостиницу «Мудрая сова» приходят посетители. Поэтому, слушая, мы немедленно реагировали. В отношении двух посетителей заполнен протокол после ТС-476 и административный материал направлен в суд. Суд принял решение. Этих двух посетителей закрыли на двое суток адмареса. А хозяин? В отношении хозяина тоже будет приниматься милиция. Полицейские напомнили, что в Шенкенте действуют строгие ограничительные меры. В режиме чрезвычайного положения ответственность за правонарушения усиливается. Шутин Саидов Амантай Ульбеков, Сергей Константинов. Информационная служба телекомпании ОТРАР. Продолжение следует...